Раздельным решением судей победу одержал, your winner by split decision, Денис Смолдрев! Хотим поздравить с победой Дениса Смолдрева. Крутое выступление показал, расскажи какие эмоции. Прошлый бой не очень получился, сейчас было split decision, но все равно победа двое. Прошлый поединок, да, сложился не очень, я по ходу боя выигрывал прошлый поединок. Но во втором раунде в какой-то момент я порвал бицепс, сразу это не понял, и мне стало мутно, плохо, тошно. Я подвигался секунд 20, не понимал, что такое, пошел в кринч, не смог заклинчевать Саленгерея, вышел, отвлекся на руку и пропустил такой внезапный удар от Саленгерея. Он обычно бьет оверхенд, оттуда ударил какой-то молот, попал прямо в затылок, и я, если честно, ничего не понял, потому что он еще так хорошо потом после молота. Сыграл рукой в челюсть, я упал, ударился затылком, поплыл. Я вообще, когда выходил, думал, что это какая-то серия он мне пробил, ничего так и не понял. Когда упал, жутко все заболело, встать не смог, оттолкнуться рукой не смог, даже не понял, что такое. После боя пошел к врачам, мне сказали, а нет, у тебя все в порядке с рукой. Приехал к себе домой в Эстонию, пошел, сделал ультразвук, сказали, порван бицепс, не отрыв, а именно порван, мышцу порвал, попал. Пока добался до МРТ, две недели прошло, очереди у нас дикий, и с этим короной уже начал срастаться, сказали, оперировать не будем. Заживал где-то месяца полтора. И потом написал в ACA своему ММА, кто меня подписал, Ибрагиму, и он сразу предложил бой с Русланом, я сразу согласился. Меня все спрашивали, готова рука, не готова, а там мои близкие, родные говорят, какая разница, надо подраться. По поводу необычного удара Селем Гирея, сегодня мне показалось, что у тебя немножко была более интересная ударная техника. Во-первых, были какие-то каратистские удары с рук, плюс много было обликиков, ударов над коленом. Очень сильно хотелось удивить Руслана, потому что мы с Русланом дрались на одном чемпионате мира по кикбоксингу в 2011 году. По-моему, это было в Македонии, он тогда стал первым, я стал третьим, потому что сломал ногу в порфинфу и не бился в полуфинале, стал третьим бронзовым призером. У Руслана этот чемпионат выиграл, я знал, что у него хорошая ударка. И хотел бы удивить, все привыкли, что я делаю залипухи, в стандартной стойке стою, а эту я постарался, всякие изобретения сделать, вот эти вот сайдкики в ногу. Хотелось повыше, еще в корпус, в голову, но посмотрел, что Руслан подготовлен, мог ножку поймать, не очень хотелось, чтобы он меня перевел. Еще немножко поговорим про твою технику, то, что с Селем Гиреем ты рассказал, что иногда пытаешься свое спасение искать в клинче. И вот сейчас тоже мне кажется, что у тебя все получалось в ударке, ну ты на самом деле в ударке лучше выглядел. И как только ты пытался клинч пройти и перевести, ты получал удары локтями в область уха и ну просто тебя контрили. Для чего эта борьба была в этом бою? Сложно объяснить? На самом деле не сложно объяснить. В стойке могло бы быть еще все более равным, потому что я старался доминировать, прижимать, но чем ты более разносторонний, тем судьями все-таки, по-моему, мы и деремся. Судьями это больше оценивают, и я хотел, именно я думаю, что за счет этого это и сыграло роль. В одном только, в первом раунде я вот в самом конце перевел, подскользнулся, когда переводил Руслана, он вскочил. А так я все время его фиксировал, доминировал. Да, он бил локоточками, но доминирование я оказывал, это, я думаю, сыграло коричевую роль. Просто сейчас в ММА, не знаю, слышал или нет, не считается просто контроль в борьбе, сейчас считается только, ну, в первую очередь это урон. Не слышал об этом, я не знал, что это правило поменялось, нужно будет пересмотреть. По-моему, когда было доминирование, так и оставалось. Урон, это с 90-х пошло, и все об этом думают, урон, это еще 2000-е годы, UFC. Сейчас тут новые правила UFC-шные, Universal Rules, в них урон стоит на первом месте. Знаете, если мне кто-то покажет эти правила, я прочту, а так мне звонят, говорят, драться тогда-то, я иду дерусь, делаю лучшее, что могу, готовлюсь. Я всегда готовлюсь на все 100% в разных условиях, которые у меня есть, если условий у меня нет, я все равно готовлюсь как зверь. О подготовке как раз хотел с тобой тоже поговорить, сейчас были очень сильные сборы у команды «Стрела», в свое время ты с ребятами тоже тренировался. Один раз был, да. Сейчас там очень много было тяжей, там ребята готовились и к UFC, и к чемпионским боям выголов, и к боям в AC, и почему у тебя не было? Ковид, граница закрыта без причины, пересечь границкую я не могу, ребят. А вот когда я еду на AC, мне присылают официальное письмо, его согласовывают на границе, и тогда меня пропускают. А так просто сел, привет, я, Денис, еду к Саше Волкову потренироваться, мне скажут, вон, видишь, граница, иди обратно. И как я понимаю, у тебя сейчас не очень много спарринг-партнеров дома. Вот ребят, которые как раз тебя сегодня секундируют, я их постоянно у тебя в сторис, там, в инстаграме вижу. Ну, мой главный секундант, Батеев Андрей, он по борьбе у меня спарринг-партнер. Я вам скажу честно, сильнее, чем он в борьбе, и тяжелее, чем с ним, и мне еще ни с кем не было бороться. А так, у меня новый тренер по ударке, Георгий Абалымов, он очень специфически к этому вопросу подошел в этот раз, я даже не сдал, он в инстаграме просто писал. Если у тебя опыт лет 5-7, тайского бокса и кикбоксинга, ты весишь 85 килограмм, приходи завтра на тренировку. Я приходил, там, 4-5 каких-то, я ребят этих не видел никогда, он мне говорит, это твои сегодня спарринг-партнеры. Я в центр, 5 по 5, они каждую минуту меняются, каждый разный стиль. Так было очень, на самом деле, круто, поэтому я и стойки менял, и удары разные. И хотел именно это попробовать. Как тренировался? Потому что раньше удавалось больше в зарубы иногда даже заходить на тренировки. Не то, что в зарубы, а так, хотя бы имитировать. А сейчас, потому что, ребят, я не знаю, и травмировать их не хотелось, и чтобы они приходили почаще, хочется. Сильных бить не получается, и поэтому я не полегче, 80-90 килограмм, как бы, ну, это полегче, ребята, без веса гонки. Поэтому я бил такие аккуратные удары, четкие, и понял, что они у меня и стеснее, и шустрее проходят. То почему в тяжах не попробовать? Проходило. Что для тебя дальше? Ты говоришь, что всегда готов к всяким интересным вызовам. Вообще, когда подписывали Руслана Магомедова в Лигу ИСИ, на него были большие планы. Но потом у него случилось поражение Побережницу, он сразу же вышел на титул. Сейчас поражение тебя, и тебе это дает много очков. Очень какие-то интересные есть имена в Лиге, или просто будешь ждать какое-то имя от матчмейкера? Ну, в первую очередь, мне нужно дождаться контракта от матчмейкеров. Он у меня закончился после боя с Элимгиреем. Я сейчас приехал, подрался. Как бы, не знаю, в курсе или нет. Ну, как-то вот так. Есть... хочу подраться, конечно. Но мне нужно знать, что как и ИСИ захотят со мной продолжать или нет. А так я где угодно, с кем угодно, когда угодно. Но, если честно, сейчас я чуть-чуть бы передохнул у меня из-за лечивания бицепса. Случилась серьезная проблема, которую я узнал три недели назад, но бой уже отменять не стал. Диск... я не мог понять, почему у меня не имеет нога, а отнимается полностью правая нога. Я вообще не чувствую. Диск передавил седалищный нерв, радикулит, наложилось в спазм грыжа. Я сегодня вколол несколько обезболивающих, обожарился ибупрофенов, поэтому я мог двигаться. Сейчас пройдет час-два, меня отпустят, я опять буду лежать. Поэтому нужно что-то с этим сделать. Но все равно пойдешь на море. На море точно пойду, но аккуратно возьму фонарь, потому что такое резкое дно начинается. Я как бы не хочу после такой победы потонуть. Нужно еще пару боев показать хороших точно. Нужно набрать... моя цель вообще, как минимум, дойти до 20 побед. Это вот минимальная цель. Сейчас 16-я, да? Сейчас 16-я. Нужно еще минимум 4. Если все удачно сложится и в ИСЕ, я думаю, за эти 4 боя и до титула, может, доберусь. А это же достаточно такая цель не очень, в смысле, великая, потому что 4 боя – это год. 4 боя – это год. А тебе 31. Сейчас такая полоса у меня была не очень хорошая. Я все пытаюсь из этого выйти. Тут что-то порвется. Нужно подлечиться. Я так сильно подогонял вес. Один раз согнал до 109. После этого вес так сильно не набирается. И начались какие-то микротравмы. То плечо, то порву бицепс, то что-то с ребрами. Как бы какие-то такие мелочи, но они меня сильно отвлекают. С тем же Алиханом Вахаевым в Чечне. Ну, что произошло? Ногу не так заступил. Сустав у меня просто летанул в ноге. Я отправил его в нокдаун. Он упал. Сверху на него сел. У меня звезды. Глаза косые. Он вылез. Я даже встать не мог. Я потом на ногу встать не мог. Я ходить не мог месяц. После этого это ненормально. Это как бы... Ну, потому что я очень много бегал. Погратаривался к поединку. Я просто приехал с изношенным суставом ноги. Такие вещи нужно поменьше допускать. Да, мне 31. Еще можно долго драться. Особенно тяжело. Нужно умно тренироваться и умно драться. Тогда можно драться долго. А так как я сейчас спахал эти 10 лет, по 2-3 тренировки каждый день для тяжа бегать десятку. Я же говорил, выбегаю из 45 минут. Ну, это как бы и диковато. Я сейчас немножко по-другому к этому ко всему подошел. Потому что у меня еще двое детей, и у это все очень сложно. Что же, Денис, поздравляю тебя с победой. Кстати, последний тогда вопрос еще. Когда говорили судьи, каждый говорил свою оценку. Там 5 судей. Двое отдали победу твоему сопернику, Руслану. Двое отдали тебе. Была ли уверенность в том, что отдадут тебе? Была. У меня была уверенность в том, что отдадут мне. Но, если честно, когда я стоял, я вот почему-то думал, что дайте ничью. Было у меня такое. И я почему-то думал, что дайте ничью, вот будет круто. Ни мне, ни Руслана, ни обидно. А, в ИСЕ нет ничьи. Ну, видите, я даже этого не знаю, что в ИСЕ нет ничьи. Звонят, дерусь, дерусь, приезжаю. Бьюсь, бью ногами, руками борюсь, а там уже как что получится. Глупости какие, видите, происходят на таком уровне. Да, поздравляю тебя с победой еще раз. Друзья, вы подписаны на инстаграм Денис Смолдревон, появится внизу экрана. Подписаны на инстаграм Вестника ММА. Мы не спрашиваем про план на бой. Спасибо всем, кто смотрит наше интервью, расследование, новости, аналитику и топы. Не забывайте оставлять под нашим видео комментарии и награждать нас за тяжелый, но при этом важный труд по развитию российского ММА лайками. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, сообщество ВКонтакте и Инстаграм, где собрана самая интересная, актуальная и инсайдерская информация из мира ММА. Ну а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим. Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику. А каждый задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео.